МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обоснованный выбор, сделанный в нужный момент, это залог успешного будущего. Но из-за неправильного начального отбора страдает спортивный резерв страны и теряются потенциальные чемпионы. Согласно концепции подготовки спортивного резерва Российской Федерации к 2025 году необходимо существенно улучшить качество начального отбора спортивно-одаренных детей. Организация «Стань чемпионом» — это признанная Министерством спорта России экспериментальная инновационная площадка. С 2019 года здесь реализуется проект по отбору спортивно-одаренных детей и их ориентации в различные виды спорта. Представляем автоматизированную систему инновационного спортивного тестирования «Стань чемпионом». Это программно-аппаратный комплекс для выявления предрасположенности к занятию теми видами спорта, в которых дети смогут достичь высоких спортивных результатов. Комплекс «Стань чемпионом» использует современное отечественное оборудование и уникальный алгоритм, учитывающий более 150 различных показателей состояния и развития организма человека. Исследуются функционирование основных систем организма, психофизиологические характеристики, морфофункциональные особенности, уровень развития физических качеств и двигательных навыков человека. Система размещается в едином мобильном модуле, не требует подключения к сети интернет и прямо на месте выводит рекомендательный отчет по выбору видов спорта. В рамках тестирования удобно фиксировать, обрабатывать и хранить статистику по выполнению нормативов ГТО. С момента запуска проекта спортивное тестирование уже прошли десятки тысяч детей в возрасте от 6 до 12 лет в 8 регионах страны. Все оборудование комплекса сертифицировано, а программное обеспечение имеет необходимый уровень информационной безопасности. Комплекс «Стань чемпионом» – инновационный подход к решению важнейших задач современного российского спорта. Узнайте больше на спортчемпионс.ру Как стать чемпионом? Сегодня узнаем у наших гостей. Юлия Перепечаева, региональный администратор автономной некоммерческой организации «Стань чемпионом». Доброе утро. Здравствуйте, Юлия. И очаровательная Ксения Милосердова, главный специалист по спортивному тестированию организации «Стань чемпионом». Ну, конечно, массу эмоций вызывает эта организация, положительных, потому что на ранней стадии у ребенка выявить какие-то наклонности, но раньше это оказалось просто немыслимым. А сейчас вот можно, пожалуйста, привести, и вот тебе результат уже можно понять, что же может выйти, какой толк может выйти из ребенка. Но давайте же все-таки начнем с того, что выясним, как же это все проходит. С какого возраста можно к вам приводить ребенка? И нужна ли справка от врача о здоровье? Да, давайте я, наверное, начну. С возраста мы тестируем с 5,5 лет до 12 лет. А почему старше нельзя? Дело в том, что дети, которые старше 12 лет, они уже сформировались. То есть у них уже, скажем так, спорт будет либо уже… На втором плане? Нет, не на втором плане неправильно. Либо они уже достигли каких-то результатов в выбранном им видов спорта. Либо им уже, грубо говоря, поздно начинать. Они уходят в общую физическую подготовку. Профессиональные какие-то виды спорта в 12 лет – это уже поздно этим заниматься. А раньше? Почему нельзя? Почему именно с 5,5? А раньше 5,5 лет все секции, которые берут детей с 3 лет, с 4 лет – это в основном тоже будет начальная подготовка. То есть вы можете отдать, в принципе, в 3 года в любую секцию… Ну, например, на футбол. На футбол, да. Вы можете отдать его на футбол, либо там на фигурное катание. В любом случае, это будет начальная подготовка. Здесь ребенок еще, наоборот, не сформировался. И его какие-то определенные спортивные направленности тоже еще не сформированы. Ксения, расскажите, вы как главный специалист по тестированию, как оно проходит? Меня, как маму, очень волнует этот вопрос, что буду делать там с моим ребенком. Рассказываю, ничего страшного нет абсолютно. Дети выходят, все довольны и получают в конце небольшие презенты. А сейчас у нас даже еще промо-акция чудесная. Ребенок, если приходит с рисунком, с тематикой «Стань чемпионом», то мы дарим отдельный подарочек. Ух ты! Под елочку очень много подарочков. Это такая у вас предновогодняя? Ну, нет, она уже длится у нас с сентября месяц. Но пока у нас количество подарков ограничено, но мы стараемся говорить об этом, и чтобы дети приходили и заинтересованы были не только показать свои спортивные результаты, но еще и творческие дети бывают, что я рисую и спортом занимаюсь. И мы тоже дарим подарочки. Главное – это записаться на сайте. Есть общедоступная информация по телефону, либо через сайт. Как называется сайт? sportchampions.ru Главное – взять справку от педиатра, что ребенок здоров, что он там не ОРВИ, не заболевание, что просто ребенок здоров, она действительно месяц. Далее вы приходите, мы оформляем анкетку, загружаем справочку. Некоторые родители хотят прийти и сказать, можно под мою ответственность, или он здоров. Нет, мы не имеем права брать деток без справки, потому что у нас присутствует спортивная часть, это все-таки серьезно, это ребенок как бы там работает, пульс повышается, и нам надо знать, что ребенок здоров, не навредить ему ни в коем случае. Дальше мы забираем ребенка, родители не присутствуют на тестировании. Получается, мы забираем, я знакомлюсь. А почему родители выгоняют? Нет, мы не выгоняем, мы как бы с разными ситуациями тоже мы сталкивались. Родители бывают, видят, что ребенок может еще, он может напрягать его чрезмерно, говорить, давай, давай еще там, выше там прыгни, быстрее сделай. Мешает, психологическое давление на ребенка есть. Да, 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 легкое, но есть, и мы с этим сталкивались, мы это видели. Мы когда обучались, к нам приезжали специалисты с Москвы, мы обучались, и у нас еще были, получается, родители и ребенок, которые мы должны были учиться, тестировать. И мы видели, как родитель может прям откровенно давить на ребенка, поэтому ребенок будет думать только о том, чтобы там лишний раз, как сказать, не расстроить своего родителя. Либо родитель может переживать больше, чем ребенок. Может быть, да, и он будет, давайте я побегаю за него, да. Значит, первый этап, мы принесли справку, маму с папой оставили за дверью. Да, мы знакомимся с ребенком, мы забираем, я спрашиваю, как у тебя дела, все классно, как тебя зовут, чтобы он тоже, ребенок, расслабился, что меня зовут Ксюша, я тебя сегодня тестирую. Мы заходим. Нам надо померить давление, рост, вес. Первое у нас ЭКГ 5 минут. Ребенок ложится на ЭКГ, мы одеваем манжетики, и ребенок лежит 5 минут, отдыхает. Я говорю, даже закрой глазки, чтобы тебя ничего не тревожило, не беспокоило, полностью расслабился ребенок. У нас это на тест первые 5 минут на ЭКГ, это вариабельность ритма сердца. Как ребенок склонен к спорту, там тоже дипы есть, к физическим нагрузкам, к психоэмоциональным, не болеет ребенок, не перетомленный, не по сфернировке есть. Далее у нас следующий тест на гемодинамику, исследование кровоснабжения конечностей, тоже тест. И спирометрия. Мы смотрим объем легких. Ребенок, если все этапы проходят, функциональные диагностики, нас программа допускает дальше. Вдруг, если ребенок болен... На этой стадии? Да, на первой стадии. Если у него переутомление, вот он с тренировки пришел, лег к нам на ЭКГ, у него пуль даже не восстановился, он нервничает, переживает, либо вот он на стадии заболевания, у РВИ какое-то легкое, и нас дальше программа не запустит. Хорошо, а если программа пустила дальше, что происходит на следующем этапе? Психофизиология. Мы идем на психофизиологию, там у нас 5 тестов, ребенок тейпинг-тестом занимается, стучать надо по коврику 32 секунды, сенсорно-моторная реакция, зрительная моторная реакция, дальше у нас тремор-тест и динамометрия кисти. 5 тестов тоже все это складывается, как ребенок готов усердно работать, как удерживать работу, как он реакция у него на сигналы, все это очень в комплексе, потом на выходе все это будет видеть в заключении родитель, чем занимался тогда ребенок. И все это тоже складывается, хотя многие думают, родители, что это ни на что не влияет. Нет, психофизиология тоже очень важна в спорте. На что ребенок? Либо он расслабленный, более спокойный, мы можем посидеть как бы там в более спокойных видах спорта, либо он взрывной, активный. Важно все, все аспекты. Скажите, спортивную форму с собой нужно приносить на тест? Да, обязательно. Это футболочка, у нас достаточно тепло, футболка, шорты, либо какие-то штанишки удобные, и кроссовки обязательно, потому что бегать, прыгать в кроссовках обязательно. Некоторые, бывает, забывают, либо о сандалиях, нет. Вот прям кеды, кроссовки. Спортивная форма обязательно. Ксения, вот смотрите, а если ребенок уже занимается профессиональным каким-то видом спорта, стоит ли ему проходить тестирование? Стоит. У нас некоторые заблуждения у родителей бывают, что мы уже в спорте, они уже приходят и говорят, а зачем нам это? Вы что-то более узнаете о своем ребенке. Та же антропометрия, да, длиннотные все показатели. На наличие, и получается, мы смотрим позвоночник, оцениваем позвоночник, нет ли у него асимметрии по позвоночнику, там на наличие сколиоза. На плантограф поставили на наличие плоскостопия. Это тоже важно. Они в поликлиниках иногда не бывают профессионального плантографа. Дальше это психофизиология. И опять же, спортивные части, это плюсики и минусы своего ребенка. На что он способен? Также у нас сейчас заключение сгенерировано на ГТО. Да, получается, ребенок уже может знать, на какой значок он претендует. И вот хочу добавить то, что если у нас ребенок в заключении претендует на золотой значок ГТО, мы дарим от нас вот такую медальку «Стань чемпионом золотую», что ты уже большой молодец, что ты пришел, показал свои наивысшие результаты. И в заключении мама или папа, родители, бабушки, дедушки уже видят ссылочку, на которую можно нажать, перейти на сайт ГТО и подготовить ребенка, что ты уже можешь вот это сделать. Нам осталось взять справка у них, по-моему, такая идет отдельная. И отбегать там или по возрасту, что еще сделать. И как бы замечательно, пожалуйста, ребенок уже тут прошел, ему осталось где-то поднажать, например, и получить свой золотой значок ГТО. Я знаю, что золотой значок может получить не только ребенок, но и взрослый может тоже сдать и получить значок ГТО. Правильно? Конечно. Да, там, по-моему, до 80 лет, что ли. Поэтому, моя дорогая соведущая, наши дети, они нас всегда вдохновляют, это главный мотиватор, и поэтому сдавайте с детьми тестирование, узнавайте, к какому виду спорта они расположены, ну и тоже получайте значки ГТО. Не знаем, какой вид спорта еще выберут наши дети, но зато мы точно знаем, какой будет погода.